Дорожное сообщение по Транскавказской магистрали возобновлено 17.00, сообщили в прислужбе МЧС Южной Осетии. Напомним, что движение по Транскаму было приостановлено 19 января в 2020. На югостинском участке Транскама дорога была расчищена еще днем, но на северостинской стороне существовала опасность схода лавин. Там толщина снежного покрова достигала 90 сантиметров. К другим темам. С начала нового года остров стала проблема провоза товаров через государственную границу между Южной Осетией и Российской Федерацией. Долгие годы российская сторона шла навстречу гостинским предпринимателям. Продукты питания, как правило, закупались на оптовых рынках и завозились в республику без необходимого минимума документов, среди которых договора с производителями или дистрибьюторами. И в прежние годы, именно в начале года, возникала ситуация, когда товары задерживались на границе. И российская сторона ставила вопрос о необходимости соблюдения закона. Ситуацию удавалось разрешить на основании устных договоренностей. На сей раз позиция российской стороны оказалась более принципиальной. И здесь в который раз уместно ставить вопрос продовольственной безопасности республики. Около 80% продуктов питания можно производить в республике, причем в лучшем качестве. Однако пока мы все зависимы от ввоза товаров. Следовательно, и население, и предприниматели ждут разрешения проблемы. Еще с 90-х годов наше предпринимательское сообщество ввозило товары по упрощенной системе. Вернее, системы и вовсе не было. Весь этот период российская сторона снисходительно относилась к нарушению закона. Однако теперь ситуация изменилась и потребовалось исполнение закона. Руководство республики предприняло ряд шагов для выхода из создавшейся ситуации. В первый же рабочий день после новогодних праздников было направлено письмо в соответствующую инстанцию Российской Федерации. Нам был предложен некий льготный принцип провоза товаров, соответствующий всем нормам и, что немаловажно, в упрощенном варианте. Ситуация, сложившаяся сразу же в новогодние праздники, нашла мгновенное реагирование со стороны правительства. И по поручению президента уже, сразу же отмечу, 11 января, то есть первый рабочий день после новогодних праздников, было направлено письмо за подписью руководителя нашей таможенной службы, руководителю Федеральной таможенной службы, господину Белянину. Российская сторона отреагировала тоже так же оперативно и опять она пошла нам навстречу, предложив некий льготный принцип провоза товаров через нашу границу. Специальный репортаж Яны Плеевой смотрите сразу после нашего информационного выпуска. В приграничном с Южной Осетии, грузинском населенном пункте Эргнет, прошла 62-я встреча участников механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. Обсуждались вопросы незаконного пересечения границы. С последней встречи было зарегистрировано 18 случаев нарушения югостинской границы, 10 из которых были совершены гражданами Грузии. Югостинская сторона в который раз подняла вопрос поиска граждан нашей республики, без вести пропавших на территории Грузии. Обсуждалась и проблема возобновления трехстороннего механизма по выявлению судьбы без вести пропавших. Югостинская сторона предоставила информацию о случаях порчи опознавательных знаков государственной границы Республики Южная Осетия. Был один случай такой зафиксированный и случай стрельбы. Это произошло буквально 12 января. Это было близко к селу Куркула. Был испорченный знак и поэтому мы опять-таки призываем всех к тому, чтобы государственное имущество нашей республики не подвергалось вот такому воздействию. Данная информация в том виде, в котором она была получена, была передана по горячей линии, которая работает, кстати, очень оперативно. И мы это тоже отмечали. И было передано в свое время представителям МНС, которые ее, соответственно, передали Лигитинской стороне. ГУП, Энергоресурс Республики Южная Осетия и Структурное подразделение газоснабжения ведут работу по замене учетных приборов. Новые газовые счетчики, вопреки распространяемой некоторыми недобросовестными гражданами информации, соответствуют стандартам, более точны и будут выноситься на улицу. Подробности в репортаже Алены Уттаевой. Счетчики будут выноситься на улицу, устанавливаться на фасаде домов. И это прежде всего в интересах самих абонентов, отметил главный инженер государственного унитарного предприятия «Энергоресурс» структурного подразделения газоснабжения Михаил БТФ. В первую очередь новые счетчики будут установлены на тех улицах, где ведется работа по замене газовых сетей. Эти счетчики отвечают от старых тем, что они более усовершенствованные. В них есть теплокорректор, который корректирует относительно температуры поток газа и учет ведется более точным. Михаил БТФ также отметил, что среди населения распространялась информация о некачественности счетчиков, их несоответствии стандартам. Для того, чтобы установить уровень качества в соответствии стандартам для спокойствия абонентов, газовая служба отправила учетные приборы во Владикавказ, где подтвердили, что счетчики соответствуют стандартам. Михаил БТФ подчеркнул и необходимость соблюдения норм и правил техники безопасности в целях безопасности самого населения. Хочу обратить внимание населения на то, что очень много появилось у нас специалистов, так сказать, в кавичках, которые на скорую руку, побыстрее бы сделать свою работу и уйти. А самое главное, что они не соблюдают норм и правила техники безопасности. Бывают случаи, что помещения, где приблизительно, так скажу, один квадратный метр пространства, они хотят туда втиснуть и газовую колонку, и котел, а это недопустимо, потому что в помещении предусмотрено, там должен быть определенный объем площади, чтобы был приток воздуха, чтобы была вентиляция, чтобы был дымоход. Бывают случаи, когда приборы подключаются к вентиляционным каналам. Подключают, например, на первом этаже. В этом случае через вентиляционный канал угарный газ может поступать до пятого этажа, вследствие чего может произойти несчастный случай. Большая просьба от нас, что, так как у каждого абонента имеется договор с нами, соблюдать все эти пункты договора, где конкретно указывается, что абонент должен предоставлять в газовую службу акты дымоходов и вентиляции. Акты дымоходов и вентиляции выдаются через МЧС, которые приезжают по адресу, очищают вентиляционные каналы дымоходы и после этого, когда проверяют, что там есть тяга, выдают эти акты дымоходов. Во избежание несчастных случаев, каждый абонент должен проверять эти дымоходы вентиляционные каналы и вот так после этого давать подключать все приборы к этим вентиляционным каналам и дымоходам. Михаил Бетеев застрил внимание и на необходимости своевременной оплаты за коммунальные услуги по газу и электричеству. Алена Утаева, Александр Кукоев, информационный выпуск «Сегодня». Очередное обращение на телевидение от граждан на сей раз к нам обратилась жительница Дзавского района. По ее словам, домовладение в селе Гуфта находится в аварийном состоянии. Обращения в различные инстанции оказались безрезультатными. Репортаж Зарины Кучиевой. На имя директора ГТР Каир поступило заявление от жительницы села Гуфта Дзавского района Дони Тедеевой, где она просит оказать содействие в решении проблемы. Как указано в заявлении, дом Дедеевой пострадал в ходе грузинской агрессии и может обрушиться в любой момент. Наша съемочная группа выехала в Дзавский район. Дом действительно находится в аварийном состоянии. Крыша полностью отсутствует. Одна стена отсоединилась. Вместо окон – кленка. Дони Тедеевой 82 года. Живет в комнате, которая более или менее сохранилась. Но и в ней, как видите, жить практически невозможно. Как рассказывает сама хозяйка дома, ее многочисленные обращения в различные инстанции оказались безответными. Руководитель администрации Дзавского района Владимир Келихсаев с проблемой знаком. Однако, по его словам, у администрации нет средств и возможностей, чтобы как-то помочь Дуне Тедеевой. В течение долгих лет Дуне Тедеева ждет, что ей как-то помогут. По ее словам, она готова вселиться даже в маленький вагончик, лишь бы крыша не протекала и не было угрозы для жизни. Несмотря на зимнее время года, погода позволяет городским службам работать в полноценном режиме. Сегодня Управление благоустройства администрации города Цхинвал приступило к уборке территорий в районе БАМ и сквера на улице 8 июня. Подробности у Дзарасы Кузаевой. Пользуясь хорошими погодными условиями, Управление благоустройства администрации города Цхинвал приступили к облагораживанию территории в районе БАМ. С раннего утра шла уборка и самой территории, и прилегающих зеленых зон от мусора. Проводят и обрубку деревьев, ветки которых мешали жилобам многоэтажных домов. Жилоба заполнялись мусором. Как рассказал начальник ЖКХ Геннадий Тибилов, хорошая погода позволяет городским службам работать в полноценном режиме. На одной уборке сейчас делали на то, чтобы убрать прибордюры во всех улицах и площадях города весь песок, всю грязь, которая после снега осталась, после того, как оно все растаяло. В настоящее время мы, особенно в утреннее время, проводим работу, очистку всех тротуаров и прибордюров на улицах и площадях города. Сегодня работники благоустройства убирали из сквер на улице 8 июня, где скопилось большое количество мусора. Коммунальщики очистили сквер, теперь здесь ухоженно и чисто. Остается выразить надежду, что эта чистота надолго. В который раз приходится повторять, что чистота города зависит от каждого его жителя. На этой неделе ГУП «Ирдизайн» приступят к плановой замене перегоревших лампочек на столбах по всей территории столицы. ГУП «Ирдизайн» в настоящее время находятся во Владикавказе, закупают необходимый материал осветительных приборов. И мы приступаем к плановой замене тех осветительных приборов, которые у нас в высшие страны работают. Сейчас мы планово будем их заменять. Будем стараться, поддерживать, чтобы весь город был в течение января-феверного месяца полностью освещен. В течение этой недели все светофоры с Хинвала будут переключены на округлосуточный режим работы. Как отметили в администрации, для этого проводится вся необходимая работа. Здравствуйте, Кузаева Геннадий Мамитов. Информационный выпуск «Сегодня». Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. Это все, о чем мы вам успели рассказать. В вечернем выпуске информационной программы в 20.30 с новостями вас познакомит Батрат Схуриев. А я желаю вам всего доброго и до свидания.